привет вселенная это сергей ульянов сегодня 24 октября 2 52 pm по калифорнийскому времени понедельник и сегодня я вам расскажу о том как какие сайты помогут вам сделать вашу жизнь проще понятнее безопаснее удобнее в сша в частности в калифорнии но я думаю что для многих это будет работать в других штатах в том числе это такие универсальные способы на первых порах адаптации в сша я вкратце расскажу свою историю мне 35 лет свой день рождения встретил буквально две недели назад сша переехал сюда пять месяцев назад через мексиканскую границу я белорус но жил и работал в украине и когда началась война начался мой путь в америку который занял много месяцев об этом вы можете посмотреть историю как я сюда добирался и про все мои приключения последних вот до имеет 26 дней в детеншине 6 дней в бордере 21 день в детеншине и всего 26 и 4 месяца после да но здесь вот самое важное тут эти вот видите я открыл предложение фотобудка здесь вот всякие памятные моменты за последнее время я с котом вот такой вот кот у меня есть живет сэмсон его зовут это вот обложка видео по мобилизации я делал когда у меня телефон разбился вот собственно разбитый телефон мой поэтому делал видео на телефоне вот здесь и купил новые наушнички чем был у меня такой вот прекрасный прекрасный событий так все поехали по делам сразу переходим к файлику значит первый сайт для родственников чтобы если ваш до близкий человек в общем друг или муж отец сын сестра мать и так далее попали пересекли границу и перестали выходить на связь найти их вы можете поэтому на этом сайте locator.ice.go давайте посмотрим здесь есть два поля одно вы скорее всего не будете знать о номер каждому человеку который пересекает границу сша и оказывается в детеншине выдается а номер но если вы его не знаете вы можете ввести просто имя фамилию страну рождения да условно беларусь обязательно ну давайте вот введем что-нибудь да здесь он попросит вот такой ответить на секретный вопрос перед тем как нажимать далее нужно нужно чек-энсер нажать здесь выбрать вашу дату рождения здесь все в общем то понятно и нажать search by biographical information и здесь он вам покажет где находится человек сейчас меня здесь уже не обо мне нет никакой информации никто не сможет потому что я не нахожусь в месте задержания поэтому меня здесь нет но мои друзья находили меня по этому сайту и смотрели где я нахожусь там же выдается там же вы скорее всего сможете увидеть a number вот этот вот он будет необходим на протяжении какого-то времени жизни в америке точно что здесь важно поэтому сайту прокомментировать можете попробовать поменять местами имя и фамилию можете попробовать поменять местами потому что иногда допускаются ошибки для поиска человека периодически так как вы можете себе представить до американцев для них наши имена особенно если они длинные в общем все они непривычные до этого мне джонни нитим не эмили там да это другие для них имена не совсем понятные да поэтому могу могут допускать ошибки в имени и так далее точно так же месяц день месяц и день вот у нас например я родился 11 октября да если у вас в пределах 12 месяцев первых 12 дней день рождения у человека которого вы ищете попробуйте поменять местами потому что здесь пишется у нас в снг пишется там одиннадцатого десятого да и год то здесь пишется наоборот сначала пишется месяц здесь 10 потом 11 соответственно возможно эту информацию могли случайно поменять изменить и так далее пробуйте разные варианты и найдете своего человека вам там покажет в каком учреждении он находится куда ему собственно вы ему написать не сможете но он сможет по крайней мере вы сможете по крайней мере узнать где он находится пока он сам вам не позвонит и не напишет вы не сможете получить никакую информацию сразу прокомментирую по поводу позвонить напишет в детеншинах есть телефонные аппараты и какое-то количество бесплатных минут поэтому если вам кто-то звонит с неизвестного номера берите трубки вот часто там я слышал такие истории что не показывает что-то американский номер но я в этом не уверен на сто процентов перед началом разговора женщина говорит по-моему о том что вам звонят из правительственного учреждения потом автоматически произносится имя человека который вам звонит и вы начинаете разговор то есть для того чтобы по моему принять этот разговор нужно нажать единичку поэтому нажимаете единичку кстати говоря владельцы мегафона имейте ввиду что по-моему на мегафон дозвониться невозможно вот у нас такая вот история была в нашем детеншине так что этот инструмент поможет вам хотя бы да немножко спокойнее себя чувствовать дальше поехали что что происходит когда вас уже выпустили да кстати говоря вот тоже очень важный момент не обязательно чтобы вас выпускали вот тот самый это сайт непосредственно вот обязательно здесь нужно принять правило а эксад да сейчас мы посмотрим джаст из точка гов да это как министерство юстиции в россии чтобы чтобы понимали джаст из от слова справедливость что меня лично это очень сильно вдохновлять тот самый и намбер когда вы найдете своего человека вот на этом сайте да увидите его и намбер вообще хочу сказать что редко путают как-то месяц и и день рождения или там страну у меня вот например где-то написано россия где-то беларусь редко путают но по крайней мере здесь я нашел себя когда я же сам могу точнее не я нашел а меня нашли поэтому я надеюсь что его своих родственников сможете найти там же вы сможете получить и намбер что чем нужен этот сайт чем он полезен тем что если вы уже в этом на этом сайте находитесь это очень хорошо большинство из тех людей с которыми сидел детеншин я там самых первых дней находились уже были на этом сайте соответственно если вы введете сюда там свой номер да свой и намбер то он вам покажет информацию о вашем суде вот я не знаю там что ну скорее всего такого номера не существует да поэтому вы не сможете сейчас ну я я свои данные данные полить не буду там будет много личной информации но когда я введу свой сюда и намбер я здесь я вижу когда у меня моя дата суда где у меня будет проходить мой суд и ну в общем то все дата суда и и где мой суд будет проходить это достаточно важно потому что дата суда меняется когда я был в бордере у меня мне выдали листик на котором у меня была написана моя дата суда когда меня перевели в детеншин мой суд перенесли в detention, и моя дата суда изменилась, и когда я звонил бесплатному адвокату по листику, она, видимо, заходила на этот сайт, и когда я был в detention, она там набрала мой A-number пресловутый, да, и сказала мне, что вот у меня суд будет в detention, и что мне его перенесли. Потом, когда меня выпускали, мне мой суд перенесли, по-моему, на 20-е, то ли на 22-е июня, я еще находился тогда в detention, а выпустили меня 15-го числа, 15-го июня, то есть за несколько дней до второго суда, ну, точнее, до первого, потому что первый суд меня перенесли, и какое-то время, когда я вышел, у меня висела еще дата старого суда на этом сайте. Это очень важно отслеживать, потому что информация обновляется неоперативно, и с этим есть следующий случай, все боятся, во-первых, а, что, условно, вас выпустили из detention, вы уехали там в ваш штат, куда, где ваш суд находится, да, а суд у вас здесь до сих пор стоит ваш старый. Вот такая же история была у меня. Я вышел из detention, а суд у меня до сих пор стоял в Луизиане, меня из Сан-Диего перевезли в кандалах, наручниках в Луизиану, да, и я очень сильно по этому поводу переживал, пытался как-то написать в электронном виде сообщение своему айс-офицеру о том, что меня перевезли, пожалуйста, давайте изменим поскорее там мой суд на Новый Штат, где я сейчас нахожусь. Вот, и сейчас про это я расскажу отдельно, как эту информацию сообщать, также хочу рассказать про кейсы, которые я увидел еще, которые были у других людей, не у меня. Например, человеку выдали в detention листик с его датой суда, новый, например, мне не выдали ни такого листика, мне просто сказали, что мой суд перенесется автоматически, когда меня выпускали, что он мне перенесется автоматически в Калифорнию, потому что у меня поручитель из Калифорнии, и я еду в Калифорнию. А были люди, которые вышли, им выдали сразу новую дату суда еще в detention, то есть у меня должна была информация о моем суде поменяться вот в этом личном кабинете, и я ее там должен был получить, а некоторым уже сразу выдали дату суда, и когда они выходили из detention, заходили на этот сайт, вот сюда, вводили сюда свой A-number, у них дата суда, место с датой суда было пустое. Что это значит? Что информация еще пока не обновилась, и человеку не назначили новую дату суда. Сразу расскажу два кейса на этот счет. Два человека, я знаю два кейса по этому поводу. Один человек, который получил уже дату нового суда в detention, но здесь на этом сайте она не отображалась, не пришел в суд и получил заявку на депорт. Оказалось, что суд прошел по этому листику, и что, так как подсудимый не принял, ну как бы неподсудимый, человек, по которому решается его дело, да, так как он не пришел в суд, иммиграционное дело, так как он не пришел в суд, ему назначили депорт. Я знаю, что он подал апелляцию, вот, взял адвоката и только за это отдал там 5 тысяч долларов из-за того, что он так вот отнесся к этой дате суда. И знаю второй опыт о том, что, я не знаю, кстати говоря, что там произошло после, был у него депорт, не было, я надеюсь, что не было, что все он порешал. Давно мы, кстати, не общались, надо спросить. И второй знаю кейс у человека, которому точно так же выдали дату суда в detention, и на сайте он точно так же не отображался, но этот человек все равно пришел в суд в эту дату, в это время, которое у него были написаны на листике, сказал, что вот, пришел к судье, оказалось, что действительно суд состоялся, он сказал, что, мол, вот, у меня никакой информации нет, суд сказал, что все в порядке, все окей, хорошо, что пришли, спасибо, что появились, и назначил новую дату суда просто типа из серии, молодцы, что появились, будет у вас новая дата суда, и вот уже эта дата суда у них появилась в этом кабинете, поэтому это очень важно, приходите в суд, даже если у вас есть, нет никакой даты, но вам выдали дату хотя бы в detention. Ну и сейчас про мой кейс, да, я очень сильно переживал, что мне нужно, неужели мне нужно ехать в Луизиану, снова возвращаться, неужели мой суд не перенесется, и поэтому я начал срочно пытаться найти контакты, как написать своему ICE-офицеру, чтобы сообщить ему, что у меня перенесся адрес, и переходим к следующей ссылочке. Так, это я про это расскажу попозже. Да, вот давайте вот, наверное, так перенесем, в таком порядке это сделаем. Мне рассказали про вот такой вот портал, в котором можно в электронном виде связаться со своим ICE-офицером и также здесь загрузить свой кейс сюда же. Здесь вот нужно пройти регистрацию. Я честно вам скажу, что я не помню, я не помню, куда я нажимал, сюда или сюда. По-моему, ну, как бы, legal representative, это значит адвокатом. Proced individuals, я думаю, что это нужно здесь, нужно зарегистрироваться здесь. В общем, я попытался зарегистрироваться через обе эти кнопки, вот, не помню, в какой, но в какой-то у меня получилось создать аккаунт, в какой-то момент, в какой-то из этих вкладок не получилось. Поэтому я здесь точно так же, все здесь ничего сложного, имя, фамилия, точнее, middle name в США, это не отчество, поэтому сюда не вводите, если у вас нет middle name, просто вводите имя и фамилию, потому что во всех иностранных документах у вас только имя и фамилия в том же паспорте была на английском языке, отчество на английском языке не указывает. Middle name – это не отчество. Это, например, если у меня там был Сергей Ульянов-младший, то это было бы Сергей Джуниор Ульянов. Потом день рождения, да, вот видите, например, выбираем 5 октября. Опять-таки, сначала месяц, потом число, и потом только год, я понимаю, что к этому не сразу привыкаешь, даже уже почти 5 месяцев спустя я все равно еще иногда ошибаюсь. Ну вот. А вы представляете, какое количество кейсов вводят в менеджеры, которые принимают иммигрантов, как им легко ошибиться, да? Поэтому обращайте на это внимание. Ну, email, email. Опять-таки, A number, вот это LN registration number. Это LN, мы с этого смеялись в Detention, что это как NLO, да, LN, типа, как, как это называется, да, инопланетянин, да? Здесь это имеется в виду в контексте иностранный гражданин, типа, гражданин другой страны. И его номер, вот это вот важно, да, номер телефона, адрес. Здесь вы знаете, как он пишется в одну срочку в основном. City. Многие тоже путают относительно того, что City в том же Лос-Анджелесе, например, есть очень много внутри, прошу прощения, городов, да? Вот как, например, в Минске есть там заводской район, фрунденский район, там первомайский район, да? Тут в Лос-Анджелесе это называется не районами, а городами. То есть, например, Calver City, есть там Голливуд, West Hollywood, потом Burbank, Ингливуд, в общем, и сюда нужно вписать именно ваш город по… все, как вы указывали по регистрации с вашего… если у вас совпадает, да, с вашим местом жительства, с местом жительства вашего поручителя. Штат здесь выбираете, да, свой индекс и так далее. После того, как вы нажимаете на эту кнопочку, пройдет не один день, я ждал, по-моему, около двух-трех дней, пока рассмотрится заявка и придет подтверждение на почту. Вход в личный кабинет и так далее. Через этот личный кабинет там есть прям целая инструкция, вы когда заходите на главную страницу, там у вас сразу будет инструкция, как писать, как заполнять свой кейс, как писать айс-офицеру. Я все сделал по этой инструкции. Приложил, там можно сделать, приложить документы, я условно приложил, там свою форму i94, в которой подтверждалось мой адрес. Что я хотел сделать? Я открыл, я себе, у меня было несколько вопросов, я написал по поводу суда, что у меня до сих пор не изменилась дата суда, я уже переехал из Detention в свой штат, хотел сообщить о том, что, пожалуйста, поменяйте мою дату суда. Потом я написал о том, что у меня поменялся номер телефона, я приехал в Америку, если в своих реквизитах я указывал телефон своего поручителя, то я сейчас хочу указать свой личный номер, чтобы со мной лично можно было связываться. И был еще какой-то третий вопрос, а, третий вопрос был по поводу паспорта, когда я смогу получить свой паспорт. В общем, чем хороша эта форма? Тем, что вы официально регистрируете свое сообщение и вам, в принципе, условно говоря, предполагается, что ответят, да, либо вы там потом, если не ответят, можете с этой бумажкой куда-то еще идти, говорить, вот я отправлял за свое заявление, пожалуйста, ответьте мне на него. Вот. Мне никто не ответил, по-моему, до сих пор. Но сразу вам скажу о том, что есть вот такая вот страничка, это пункт номер 4. Это сайт. Ну, вы эту страничку сохраните тоже. Несмотря на то, что она, как бы, да, мне никто не ответил, она более, на мой взгляд, важный инструмент, чем вот этот. Вот здесь вот давайте посмотрим. Так. Вот. Вот это контакты айс-офицеров. Да? Все правильно я понимаю. Да. И здесь вот имейлы, да, айс-адчс.гоф. Вы вбиваете свой город, да, вот я ввел Лос-Анджелес, Лос-Анджелес-каунти. И здесь сразу вбивается адрес, где находится мой айс-офицер. И как ему позвонить, там всегда будет автоответчик. Время его работы и имейл. Вот. После того, как мне... Так, давайте-ка я отвечу на сообщение, на звонок. Hello. Yeah. Yeah, thank you so much. Yeah, I remember. Yeah. Have a good day. Позвонили мне, мне завтра стоматолог. Сделали мне напоминалку. Вот. Здесь вы точно так же вбиваете свой город. И я ждал несколько дней ответа от айс-офицера. Ну и думаю, вот есть такой вот имейл. Мне все говорили, что по этому имейлу никто не отвечает. Я написал письмо на этот имейл. И да, кто-то не извинился, прошу прощения, что оторвался от рассказа. Просто очень я терпеть не могу монтировать все эти видосы. И потом это занимает огромное количество времени. Поэтому такой у нас лайфтайм, такой прям образовательный у нас эфир, как семинар. Поэтому все без пауза делаем. Я написал письмо по этому имейлу, задался те же самые три вопроса и получил ответы. Ответ был первый в том, что спасибо большое за... Так, дата вашего суда будет изменена. На сайте вам не нужно приезжать в Луизиану. Мы записали ваш номер телефона и добавили вам его в ваш профайл. И что еще был ответ? По поводу паспорта было написано, что пока я не выиграю свой кейс в суде, я не получу свой паспорт. Я с этого посмеялся, зачем мне будет мой паспорт, если я выиграю свой кейс в суде, зачем он мне будет нужен. Я получу уже грин-карту и паспорт США впоследствии. Поэтому это забавно. Ну и да, забегая вперед, что здесь по этому поводу можно сказать. Я не знаю, изменился ли мой телефон или нет, но на сайте, вот на этом, который я показывал, вот здесь вот. Нет, не здесь, вот здесь. Действительно, когда я вел свой A-number, LN-number, мой действительно сайт, господи, сайт, моя дата суда появилась и обновилось, да, место проведения суда. Уже был указан, указан уже Лос-Анджелес. И дата у меня сейчас, 9, ой, 2 ноября уже через парочку дней совсем осталось немножко. Про это расскажу отдельно. Далее, что нам еще может пригодиться? Инструкция, как сообщить о смене адреса по почте. Но если вы не доверяете электронным письмам и не знаете, что как все-таки... Я свой адрес не менял, поэтому мне это не очень актуальна тема. Я как в том штате, в котором находился, в том и живу. Вот, поэтому свой адрес я не менял, он у меня во всех документах. Вот. Поживу я по другому адресу, но мою почту везде получают, всегда получают, поэтому меня абсолютно устраивает. Если вы хотите, чтобы точно у вас там было письмо какое-то отправленное, можете отправить сюда. письменное заявление, да, нас в детеншене, нам говорили о том, что писать нужно не на электронную почту, да, а все-таки в бумажные письма. В США это очень сильно распространено. Поэтому я со своей стороны хочу сказать, что пишите и так, и так. Ну, вот видите, ответили с амейла. Бывают и такие чудеса. Следующее. Скачать и распечатать свою форму i-94, на которую будет позитивно реагировать. Что это значит? Когда вы вышли из детеншена, я думаю, что вам дали этот черно-белый листочек, форму i-94. Вот у меня на сегодняшний день он выглядит вот так вот. Вот такой вот уже помятый, избитый. Но он, в принципе, с самого начала такой был. Тут еще есть оборотная сторона с разной личной информацией, которую нельзя показывать. В общем, эту форму i-94 нигде не принимают. Хотя мне сказали о том, что нужно, что этот документ будет мой основной документ в США, что я смогу с ним все делать. Ну, в итоге по этой форме i-94 даже в хостел тебя не берут. Поэтому что нужно сделать? Как можно получить нормальную форму i-94, в которой... Белка бежит у меня за окном. Хотелось бы вам показать, но это, к сожалению, не получится. Это смешно. Так. И вот сейчас вам покажу. Давайте откроем мой файлик снова. Вот форма i-94. У меня есть невероятная информация по этой форме. Сейчас вы просто офигеете, когда я вам расскажу. Вот такой вот сайтик. Здесь есть. Get most recent form i-94. Что такое i-94? Вообще эту форму выдают всем приезжим в Америку, вне зависимости от того, где вы... какой у вас статус. Ее выдают и украинцам, которые пересекают границу по программе United for Ukraine. Ее выдают тем, кто пересекает с визой. Ее выдают тем, кто без визы через Мексику приехал. Что здесь нужно? Здесь нужно указать имя, фамилию точно так же, месяц, день, месяц, документ, номер паспорта. Выбрать свою страну. И далее вам выдадут вот такой вот pdf-файл. Я сейчас не смогу, к сожалению, все показать вам. Давайте попробуем. Вам покажут вот такой вот pdf-файл. Здесь будет ваша личная информация, будет имя, фамилия, будет ваш A-number, будет дата, когда вы... до какого числа эта форма действует, ваша дата рождения. Нужно обязательно проверить, чтобы здесь вся информация была корректная. Опять-таки, A-number, да. И здесь будет ваш статус. У меня он DT. Две буквы. DT. Это значит, что вы выпущены по условно-досрочному освобождению из детеншена. И вот интересный факт. Во-первых, с этой формой у вас принимают все документы условно в банке, в DPSS, в DMV. То есть, это вот прям, хоть этот документ распечатан, но он распечатан не просто так. Так, он распечатан с сайта какого? US Customers and Border Protection. Это значит, людям это дает возможность понять, что вы находитесь в официальной базе США, что у вас есть своя... Ну, то есть, что вы здесь не подделали документ. Вот у вас не черно-белая вот эта вот бумажечка там, да, вот эта, с моей фоткой, кстати, меня фоткали в детеншене, в бордере, да, принимали в бордер. Так вот, и я вот с этой уже бумажкой, хотя, казалось бы, тоже распечатанной, с ней к вам относятся всерьез. А еще что, с чем еще, это просто, для меня это дошло буквально неделю назад. Когда мы сидели в детеншене, у нас принимали, мы пытались тоже, мы услышали про эту форму A94, мы о ней ничего не знали, и мы начали звонить нашим родственникам, чтобы узнать, а далее нам уже, у нас есть такая форма A94. И в итоге, один из людей, который получал информацию для нас, он, прошу прощения, нужно очень срочно ответить, он посмотрел информацию на сайте, вот этом вот, которым я вам сейчас передал, да, вот этот вот, та-та-та-та-та, и увидел, что там есть моя форма. Некоторых, честно вам скажу, я не знаю, по какой причине, но многих не вносят на этот сайт, не выдают форму, ну, не очень большому проценту, но есть такие люди, которым, к сожалению, форму не выдали. Без этого документа достаточно сложно, я вообще не понимаю, как люди здесь без формы A94 получают что-то, вот. Ну, если паспорт есть, например, хотя бы паспорт есть, это уже немало, с паспортом что-то получают люди. Так вот, когда я находился в детеншине, если у вас уже есть форма A94 со статусом DT, это значит, что вас уже выпустили из детеншина, потому что DT статус условно-досрочное освобождение. Соответственно, это говорит о том, что вас скоро выпустят. Почему выпускают не сразу, как только появляется эта форма? Потому что тюрьма, исправительные учреждения, они формируют автобусы с необходимым количеством людей, которые будут вывезены. То есть, это же ради одного человека не будут человека выпускают. Формируются автобусы, и целыми автобусами людей выпускают из детеншина. Соответственно, просто ждут, пока ваш кейс, точнее, ждут, пока соберется автобус, чтобы вас выпустить. Вот, это прекрасная информация. Пожалуйста, владейте ей. И сейчас я на 30 секунд отвлекусь. Пока у вас есть возможность, видите, все-таки, когда ты живешь в доме вместе с соседями, ты не можешь просто взять и прерваться. Поэтому сейчас я нажму на стоп и вернусь. Ну что ж, скажете вы, что непрофессионально не выключать телефон, когда записываешь видео. С вами абсолютно согласен. Но у меня, конечно же, есть на это причины. Вот, я живу не один, иногда нельзя выходить из процесса. Что ж, поехали дальше. Пока, да, пока вы смотрите это видео, я вам сейчас рассказал невероятный, по-моему, инсайт, да, как вы можете узнать, когда вас выпускают. Если форма i94 появилась на сайте, это значит, что вас выпускают скоро. Ждите, ждите свой автобус. Я думаю, что этого достаточно для того, чтобы поставить этому видео лайк. Так что ставьте лайки, да, подписывайтесь на канал. и подписывайтесь на мои социальные сети. Будем держать контакт. У меня очень много информации полезной про США, про то, как сэкономить здесь огромное количество денег, как получить государственную помощь, как поступить в колледж бесплатно и так далее, и так далее, и так далее. В общем, давайте друг другу помогать, в том числе и психологическая поддержка, в том числе. Возвращаемся. Кстати говоря, если захотите мне задонатить, да, потому что то, что я рассказываю бесплатно, люди за это получают огромные деньги. И сейчас мы как раз таки перейдем к следующей информации, которую я тоже бесплатно абсолютно вам отдаю. Ну, начнем с такой, по мелочам. Точнее, продолжим скорее. В общем, это сайт, на котором можно посмотреть рейтинг судьи по кейсам. Вот, то бишь, когда вы увидите своего, вот на этом сайте, да, когда вы вобьете, не знаю, как правильно назвать, да, склонить это слово, вот сюда, когда вы вобьете свой A-number, вам покажет имя и фамилию вашего судьи, вы можете найти ее здесь, да, вот это, посмотрим, Лос-Анджелес, вот это судьи, которые работают в Лос-Анджелесе, и посмотреть, какой у них процентаж по кейсам, да. Например, вот это отклонено, это количество дел всего, да, из них, сколько было подтверждено кейсов, да, сколько из них было отклонено. Вот тут, видите, какая процедура. Вот у одного вот судьи в Адаланте, например, да, 83,2, 83,2% разворотов кейсов, да, и давайте посмотрим какой-нибудь хорошего адвоката в этом же Адаланте, да, у него вот чуть больше, да, половины он одобряет кейсов, да. Что тут еще можно посмотреть? Вот это 79 положительных результатов, да, в Арлингтоне и так далее. В общем, занимательная информация. Кто-то смотрит показания по своему судье и пытается переехать в другой штат, чтобы ему повезло. Я, у меня, честно говоря, сразу вам хочу сказать, тоже очень неприятно низкий процент положительных решений по кейсам у моего судьи, я уже здесь это проверил, расстроился. Там, по-моему, то ли 25, то ли 30 процентов, что-то такое. И, ну, как бы, я в своем кейсе уверен, у меня много доказательств, поэтому я абсолютно согласен с тем, чтобы защищать свой кейс у этого судьи и ради этого менять штата, куда-то бежать. У меня вся моя жизнь вот здесь вот онлайн, поэтому это скорее информация для тех, кто в себе не уверен, у кого недостаточно доказательств. Здесь рекомендаций никаких от меня не будет, есть много сайтов таких, которые помогают эту информацию как-то, в общем, собрать свой кейс, продумать как-то более подробно его. Здесь эти гайды, опять-таки, про то, как это делается, я запишу в видео, когда выиграю. Поэтому имейте в виду, это сейчас вам справочная информация. Что еще? Подать заявку на бесплатную медицинскую страховку MediCal, это в Калифорнии, социальные выплаты от государства CalFresh. Позже с вами свяжутся на этот... Так, давайте заходим на этот сайт. Здесь сайт Benefit Cal.com. Да, Benefit, как... Я все время забываю, как переводится это слово Benefit. Benefit. Это ваши, ну, типа, преимущества, типа, выгода пособия. Пособия. Пособия по Калифорнии. Вы нажимаете Login, сюда вводите свой адрес, регистрируете здесь, да? Ну, в смысле, вот, создаете новый аккаунт, привязываете его к своему номеру телефона и так далее. На этом сайте вы сможете заполнить, подать заявку на бесплатную медицинскую страховку в США, включая стоматологию, и податься на выплаты, государственные выплаты от США. Я об этом выкладывал в видео ранее, какой это был достаточно непростой процесс, но вы можете это сделать из дома. Заполнить все документы, ответить на все вопросы, отправить их на рассмотрение. Документы вы можете туда заливать сразу, сканы, PDF-ы. Возможно, лучше приехать в офис. Я, со своей стороны, рекомендую приехать в офис. Этот вам сайт понадобится в будущем для того, чтобы, когда вам вашу медицинскую страховку и бенефиты согласуют, вы сможете увидеть свой статус там онлайн, сможете получать уведомления от DPSS, это Department of Social Security Services, то есть, да, социальные всякие сервисы, да, паблик, публичные, в общем, для всех. И там вы можете получать письма важные какие-то, как было принято, какое было принято решение по вашему кейсу и так далее. Что еще? Более подробное видео о том, как я открывал медицинскую страховку, есть у меня на канале, у меня это получилось сделать в третьей попытке, три месяца у меня это заняло, но это того стоит. Сейчас у меня я могу лечить свои зубы в США бесплатно, там, ходить к врачам бесплатно, сдавать анализы и так далее. Уже мне выписали первые лекарства в США бесплатно, поэтому можете... Я рекомендую посмотреть это видео и приезжать к ним туда все-таки в офис и просить себе переводчика, и вместе с ним решать эти вопросы. Ну, на сайте это тоже можно сделать, если кто-то хочет попробовать свою судьбу, попытать. И в первую очередь сайт нужен для того, чтобы отслеживать статус по своему адресу. Так, далее едем. Если вам, да, вот вы подали заявку, потом вот есть еще вот такой вот сайт, вот такой вот сайт, abt.k.gov. Здесь вы можете вводить свою информацию по своему логину и паролю, да, и узнавать, сколько денег вам начислили, начислили ли, да, сколько осталось, и на что вы их потратили. Там все чеки хранятся. Вот, этот сайт очень полезен, потому что многие, кто получает за филстемпы, не знают, где их отслеживать, собственно. Так, далее. Подать документы и занять очередь на... онлайн на получение ID и водительского удостоверения. Сайт dmv.k.gov, да, это, в общем, основной сайт, где вы можете получить... точнее, это основная организация, которая выдает водительские права тем, кто не водит в Калифорнию, ну, кому нужен документ, подтверждающий его личность на территории США. Здесь вы можете точно так же создать свой собственный профайл, и здесь все документы, которые вы можете прямо становиться в очереди здесь, в очереди, в DMV, огромная очередь, и если вы зарегистрируетесь на сайте и станете в очередь, вы сможете проходить без очереди. В общем, что тут еще скажешь. Вот. Также вы сюда можете загружать все электронные версии ваших документов, но так или иначе, вас это не освободит от того, чтобы вы туда не приходили. То есть прийти туда надо, и оригиналы документов тоже нужно будет предоставить. То есть здесь ксерокопии, в смысле копии паспорта, старые с PDF, не получится использовать, поэтому в настоящий момент этот сайт в большей степени я использую для того, чтобы стать в очередь заранее. И то достаточно редко. Сайт полезный, запомните, он вам очень понадобится в будущем. Далее. Очень-очень важный сайт, вот сейчас я вам расскажу, usps.com. Он касается имейла, в смысле писем, которые вам приходят. Я думаю, далеко для вас не тайна, но я на всякий случай об этом расскажу. В США вы все свои документы получаете по почте. Например, вы пришли в банк оформить банковскую карту, вам ее присылают по почте. Вы заполнили онлайн, например, получение карты, вам ее отправили по почте. Вы пришли в DMV, заполнили все документы на водительские права, вам их отправляют по почте. Вам пришло какое-то... Вы подались на медицинскую страховку, карточку вам отправляют по почте. Вы подались на social security number, на NNN в американский, и вам его отправляют по почте. Почта, вы же понимаете, может потеряться, ее могут украсть, так как почтовые ящики стоят прямо на улице. Но не буду вас пугать. Есть вот такой вот сайт, usps.com. Это почтовая служба американская. Здесь вам необходимо зарегистрироваться, и вы сможете... Вот видите, как здесь вот пример на главной страничке. Сейчас вернемся обратно. Вы сможете получать имейлы с вашей почтой. Вернись обратно. Вы можете получать на почту фотографии каждого письма, которое вам приходит. Это просто магия. Вот так вот вам придет вот такое вот письмо на почту, будет прям сфотографирован конверт, да, от кого, кому, да, вся информация. Поэтому ваше письмо никогда не потеряется. Вот. Вам здесь нужно будет точно так же зарегистрироваться. Вот. Нажать сюда register. Register, точнее, правильно будет сказать. И создать свой аккаунт. Это бесплатно. Вот. Авторизируйтесь там. Указывайте свой адрес. Самое интересное, что несмотря на то, что я не помню, там, по-моему, какие-то нужно будет подтверждения загрузить. Я не помню. Может быть, bank statement, типа, да, или что-то вот в этом роде, чтобы подтвердить адрес, по которому вы проживаете. Самое интересное, что с ним владелец этого дома, мой поручитель, но благодаря тому, что мы оформили, да, мое пребывание здесь в США легально, у меня есть возможность получать все имейлы с почтой точно так же на имейл. То есть я вижу всю почту, которая была мне отправлена. И, соответственно, если я что-то жду, я знаю, когда это письмо было отправлено, когда мне его... Прошу прощения, когда я его смогу получить. Это просто бесценный сайт для вас, потому что все переживают, когда же ко мне дойдет это письмо, когда ко мне дойдет мой ID, когда ко мне придет мой social security number. Здесь вы можете получить имейл, скоро он вам придет. Вот. Это прекрасно. То есть вы можете отслеживать свою почту, следить за ней. Бесценный сайт. Каждое утро начинается у меня с получения имейлов на этом сайте, с этого сайта. Следующее. Искачивать разные формы. justice.gov и в том числе форма I-589. Тоже все формы на этих двух сайтах вы можете найти. Здесь все просто. Вбивайте в поиск то, что вам надо. В общем-то, ищите всю информацию. Или вот здесь, например. Сюда вбиваем. И вот. чтобы там, да, пример какой-нибудь показать, я не знаю. I-765. Вот он выбил. Все. Переходите сюда. Заполняете заявку на разрешение на работу. Можно подать ее онлайн через этот сайт. только нужно будет зарегистрироваться, опять-таки, да, и сделать свой собственный личный кабинет. Либо скачать вот PDF-форму, да, и отправить ее по почте, в зависимости от вашего кейса. Что еще я могу рассказать, дорогие друзья? Немножечко уже притормаживает компьютер от количества открытых страниц. В общем, вы поняли, да? Форма I-589 будет на этом сайте, в том числе будет и где вы сможете ее, как инструкция по заполнению. И вот эта страничка. PDF-ы здесь, конечно, или интернет у меня такой-то, или что. Так. Ну, это, в общем-то, ну, вот видите, немножко проблемки какие-то. Но здесь вы отсюда, как минимум, можете, да, если не открыть в браузере, то... Теперь идем еще раз по этой ссылке. То просто нажать Save As. Don't want to link it file as. То же самое скачать, как... Скачивайте и пользуйтесь, дорогие друзья. Что я хочу еще рассказать на сегодняшний момент? Что интересного у меня есть в этих ссылках? Так как тормозит компьютер, стало показывать сложнее. Давайте не будем обращать на это внимание. Вот, мы можем сразу открыть нашу формочку. Ну, посмотреть на нее. Там всегда будет какая-то дополнительная информация. Вот видите, эти формы можно заполнять. Прямо в PDF-ридере, да? У меня это Adobe ProBat. И, в общем-то, это упрощает форму подачи, потому что не нужно делать электронных распечаток. В смысле, не нужно делать распечаток, потом перепечаток. Здесь указываешь информацию, здесь же ее исправляешь. Вот. Что-то очень сильно начал компьютер мать. Так, друзья. Следующий сайт, который мы с вами посмотрим, будет id.me. Это очень полезная история для того, чтобы авторизироваться на всех необходимых, в общем, условно говоря, если у вас есть аккаунты, в DPSS, в DMV, в IRS и так далее, чтобы вам не проходить постоянную регистрацию, вы знаете, как, типа, войти через Google, да, вы можете здесь, государственная структура, войти через id.me. это такой вот сервис, вы здесь точно так же можете зарегистрироваться, добавить сюда свои, если вы уже получили какие-либо документы, например, какие есть карточки у меня здесь. У меня здесь есть моя ID-карта, сюда вбита, у меня вбита сюда, сюда моя медицинская карточка страхования и мой ID студента. Это как твой паспорт легальных документов США, если вдруг что-то условное, дай бог, потеряется, ты через это можешь пройти, в общем, ты можешь пройти вот такую регистрацию через этот сайт и залить свои документы сюда. Это очень хорошая страховка ваших документов. Если у вас сейчас ничего нет, ну, не расстраивайтесь, здесь появится сайт в целом полезный. Давайте посмотрим ASAP. Что такое ASAP? Это юридическая такая организация, которая предоставляет людям, которые в ней состоят, разные новостные информационные сводки о том, как защищать свой кейс в суде, какие новости, например, сейчас новая новость о том, что новая новость о том, что для участников этой организации, эта организация подала ходатайство в суд о том, что слишком долго разрешение на работу приходит, там, до 12 месяцев. Это, ну, непозволительно долго для тех людей, которые сюда приехали в качестве там беженцев условно, да, и не могут вообще просто получить официальную работу, потому что просто ждут это разрешение на работу, да, и по большому счету, чем это полезно, это какая-то дополнительная информационная сводка, вы там можете, конечно, зарегистрироваться и получить еще сертификат, но я не знаю, где он может вам пригодиться, я на первых порах везде регистрировался, любые сертификаты получал, он у меня есть, вот, но основная информация здесь то, что вы можете получить справочные здесь услуги, и на почту будет приходить сразу ссылка. Давайте дальше. Следующий у нас важный сайт, это узнать, вот, статус проверки личных документов при подаче на ID. Что это такое? Часто, в последнее время, когда вы подаете заявку на social security number, на ID, на права, ваши документы отправляются на проверку, я уж не могу сказать, с чем это связано, ну, наверное, с тем, что вы в стране новый человек, там, да, и, возможно, вы там подделали, я не знаю, документы, возможно, вы мошенник, или еще, не вы конкретно, да, но в США необходимо себя, если у вас нет паспорта на руках, да, но вы хотите получить документы, и какой-то из менеджеров, там, да, идет вам навстречу, и забирает ваши документы в работу, их отправляют на проверку, да, чтобы узнать, точно ли вы, это вы, и так далее, да, и вот на этом сайте вы можете узнать статус вашей проверки, вы, например, указываете, я все время указываю форму А-94, потому что у меня кроме формы А-94, больше здесь никаких документов в США нет, кто-то с паспортом, да, у кого-то есть, вот, кто-то по A-number, да, проверяется, вот, по A-number у меня ничего не нашло, по номеру формы моей А-94 я узнал, что DMV дважды отправлял мои документы на проверку для получения ID, и я эту проверку прошел, вот, это прекрасно, поэтому имейте в виду, это очень полезно, очень полезный, очень полезный сайт, где вы можете понимать, что, на каком свете сейчас ваши, ваша проверка, ваши документы, так, что еще я тут не рассказал, факс, часто, здесь в США, например, у меня была история, когда меня попросили предоставить факс, в общем, мне пришло, мне пришло письмо из DMV, где было сказано о том, что для того, чтобы открыть, получить, чтобы вы могли получить ваш ID, вы предоставили недостаточное количество документов, пожалуйста, пришлите нам эти документы необходимые по почте, точнее, по факсу, вот, да, казалось бы, есть имейлы, есть там электронные, там, 21 век, все дела, но просят приложение отправить по факсу, не переживайте, есть бесплатное приложение, вот, у которых есть срок действия до 30, до 3 дней, да, вам этого срока хватит, для того, чтобы отправить факсу бесплатно, такая вот синенькая иконочка, я вот показываю свой телефончик, я скопирую ссылку и укажу ее здесь обязательно в своем документе, будет ссылка на него, так что сможете бесплатно пользоваться, отправлять факсы, прошу прощения, всем куда надо, вот, разберетесь, все это легко и просто, все факты, факсы доходят и все работает. Следующая, это банковская карта, я думаю, что то, что, если вы уже дочитали, наверное, нужно было перенести пораньше этот пункт, да, есть приложение Passbook, это первая ваша карточка может быть в Америке, для которой не нужно будет открывать, для которой не нужно будет паспорт, потому что вы можете копию паспорта загрузить, по-моему, в приложение и не требуется social security number, вот, этой карточкой вы можете пользоваться в Америке, я ей, честно говоря, ни разу не воспользовался, потому что по ней не идет кредитный скор, разряжается ноутбук, поэтому перейдем мы в противоположное крыло напротив света, будет картинка похуже, но, по крайней мере, я смогу закончить это видео, сейчас, секундочку, включу свои зарядочки, и так, вы видите, да, сразу стало меня очень плохо видно, давайте попробуем хотя бы там поменять картиночку, чтобы меня было видно, приложение Facebook вам в этом поможет, минимум документов, все будет работать как часы, единственное, да, я сказал о том, что есть недостатки у этой карты, по ней не будет расти ваш кредитный скор в США, соответственно, вы не сможете получить кредитную карту, но на первое время вам этого хватит для того, чтобы осуществлять переводы, и так далее, если есть какие-то вопросы, задавайте их в комментариях, или у меня, в моем телеграм-канале буду отвечать, узнать свой кредитный скор, допустим, у вас получилось открыть карту в отделении банка, без паспорта это тоже возможно, я записывал об этом видео, и вам получилось открыть даже секьюрную кредитную карту, кредитную карту обыкновенную, вам никто здесь не откроет в Америке, потому что вы новый гражданин США, да, еще даже не получивший статус, да, с таким статусом временно освобожденным, да, в ожидании суда, вы можете открыть секьюрную кредитную карту, и есть такой путь, если вам это удастся, я рассказывал, записывал видео, как мне это удалось сделать, если вам это удастся, вы можете узнать узнать свой кредитный скор, если вы еще получили social security number, конечно же, потому что все спрашивают, где мой кредитный скор, как его узнать, и кстати говоря, в этом приложении social security number не нужен, да, или нужен, ох, да, сейчас я вспомню, секундочку, буквально на днях мы это обсуждали, а я уже забыл, ну-ка, давайте смотрим приложение кредит wise, попробуйте его себе скачать, я сейчас уже не помню, вот, такая вот у него иконочка, здесь показывается ваш кредитный скор, я плохо помню, какой он у меня был на пороге, но он был больше 600, и когда у вас появится ваш, по-моему, я social security number сюда не вводил, у меня уже была секьюрная кредитная карта, да, но я не вводил сюда, то, что секьюрный набор, еще у меня его не было, да, давайте посмотрим, вернемся обратно, когда у вас, а вот когда у вас уже появится, да, нет, я писал для таких, для таких, как для тех людей, у которых альцгеймер, да, я написал, нет, к сожалению, не получится воспользоваться этим приложением, пока у вас нет social security набора, но если он у вас есть, вы сможете узнать свой кредитный скод, а вот если у вас уже есть ID, вы можете скачать себе приложение кредит карма, и там он вам покажет все три кредитных агентства, их в Америке три, Equifax, TransUnion и Xperia, у каждого из этих агентств есть свое собственное приложение, у Equifax, а у кредит карма объединяет все эти три приложения в одно, то есть зайдя в него вы можете вот такая зелененькая иконочка, тоже ссылочку оставлю, вот такая кредит карма, бум, и он покажет вам ваш скорбь, в нескольких агентствах сразу, почему важно зарегистрироваться во всех агентствах вместе, здесь у меня уже скорбь 696, в TransUnion 680, в Equifax 696, а вот в Experian я не понимаю почему, у меня до сих пор не отображается мой кредитный скорбь, и я не знаю почему, только два агентства отображаются, но я вам рекомендую вот этих TransUnion и Equifax скачать приложение отдельно, почему, потому что в каждом из этих приложений есть своя фишка, там вы можете закрыть свой кредитный скорбь для просмотра, объясню, зачем это надо, несколько месяцев назад в США были украдены базы данных пользователей, адреса и социал секьюрити номера, и с этими данными, с адресом и социал секьюрити номером любой человек на свете может взять на ваше имя кредит в онлайне, поэтому, чтобы, если произойдет какая-то усечка данных, вы можете свой кредитный файл заблокировать, то бишь, когда вы оформляете какой-то кредит, к вам автоматическая база обращается за вашим кредитным скором, и на основании вашего кредитного скора принимает решение, выдавать кредит или нет. Если вы закроете ваш кредитный скор, вот вы, например, я не знаю, взяли айфон, да, себе, в Verizon, там, на три года в рассрочку, и закрыли свой кредитный, и больше вы не собираетесь никаких кредитов брать, вы заходите в приложение и закрываете, лог, делаете лог своего кредитного скора, и, соответственно, никто, даже если ваша информация будет украдена из какой-либо базы данных, никто не сможет ей воспользоваться. Делаете это, по-моему, в приложении бесплатно. Мне тоже надо сделать. И вам обязательно об этом говорю, что это нужно сделать. Ну, это уже не ссылки, тоже из важных вещей, где отправлять почту, есть пост-офис, да, просто пишите в приложении пост, он вам сразу подскажет офис, и едете в ближайшее почтовое отделение, есть еще FedEx, например, там, по-моему, дороже. По поводу печати документов, я распечатаю все в FedEx, вот, печать не дешевая, но обратите внимание, что это должно быть не просто FedEx, а FedEx Print, что-то такое, FedEx Office Print and Ship Center, то есть не каждый FedEx печатает, но отправляет посылки и письма каждый в FedEx, поэтому вот такие вот для вас лайфхаки, друзья, я вам честно говорю, что за ту информацию, которую я здесь дал, ну, как бы я ее собирал месяцами, сейчас я вам здесь так ее бесплатно рассказал, поэтому не забывайте, пожалуйста, ставить лайки, да, где сердечки-то? Такой плохой свет, что, да, даже фильтры не видят, не видят, куда эти эффекты выставлять, ну, в общем, вы поняли, да, вот у меня летают сердечки, это значит, что нужно мне поставить лайк, подписаться на канал, написать комментарий, подписаться на мои соцсети и сделать донат. Всех обнял, всем хорошего, хороших дней, и пользуйтесь на здоровье. Пока-пока. Можете, кстати, поделиться своим опытом использования, когда воспользоваться, будет очень интересно. субтитры создавал DimaTorzok, субтитры создавал DimaTorzok,